В 2020 году коллеги из известного исследовательского центра по информационной безопасности Ponemon Institute провели исследование. Они опросили 3400 сотрудников компаний из подразделений IT и информационной безопасности и обнаружили любопытный факт. У опрошенных компаний, применяющих свыше 50 инструментов для обеспечения кибербезопасности, защитный потенциал оказался на 7% ниже, чем у компаний, применяющих меньше 50 инструментов. То есть, начиная с определенного момента, чем больше инструментов кибербезопасности использует компания, тем менее эффективной становится ее защита. Один из возможных выводов, который можно сделать из этого примера, в современном мире с высокой связностью и сложностью систем плагаться на одни только инструменты защиты и увеличивать их количество, при этом используя изначально небезопасные системы, становится недостаточно. Безопасность необходимо встраивать глубоко в архитектуру и программный код самих систем. Такой подход к защите называется конструктивная информационная безопасность и признается многими специалистами как наиболее перспективной. Философия конструктивной безопасности требует конкретных методологий, применимых на практике. Мы в лаборатории Касперского создаем такую методологию, она называется кибериммунитет. Она объединяет в себе лучшие мировые практики с нашим 25-летним опытом в кибербезопасности и позволяет создавать конструктивно безопасные продукты. Но как убедиться, что такой подход действительно эффективен? Для этого мы провели эксперимент. Взяли два устройства IoT-шлюза данных, конструктивно безопасный, построенный в соответствии с кибериммунной методологией, и обычный шлюз, который не обладает конструктивной безопасностью. Подключили их к промышленной инфраструктуре и смоделировали кибератаку на них. В этом видео расскажем, что из этого вышло. Промышленная инфраструктура представлена промышленным контроллером PLK и моделью завода, которая управляется этим контроллером. PLK подключен в корпоративную сеть через два IoT-шлюза. Один классический шлюз под управлением операционной системы с ядром Linux, второй кибериммунный шлюз под управлением микроядерной операционной системы Касперской ОС. Таким образом, имеем классический сценарий цифрового решения. Данные непосредственно с PLK собираются напрямую в IT-инфраструктуру предприятия, а менеджмент предприятия видят информацию о состоянии и работе оборудования в реальном времени на специальном дашборде. Оба шлюза имеют одинаковую уязвимость в стороннем компоненте, реализующем передачу данных в корпоративную сеть. Эту уязвимость могли намеренно или ненамеренно заложить разработчики этого компонента. Кстати, наличие таких уязвимостей не какая-то редкая ситуация. В сторонних компонентах IoT-устройств могут находиться десятки или даже сотни подобных уязвимостей. Так, например, одно из исследований говорит, что более половины IoT-устройств уязвимы для атак средней и высокой степени критичности. Как может выглядеть сценарий атаки? Опираясь на наши исследования кибератак на промышленную инфраструктуру, мы выбрали один популярный сценарий. Выглядит он так. Прежде чем атаковать шлюзы, злоумышленник проводит подготовительную работу, узнает о наличии уязвимости в компоненте шлюза и проникает в корпоративную сеть компании по Wi-Fi с помощью ноутбука, планшета или смартфона. Далее злоумышленник пытается атаковать шлюз под управлением Linux. Для этого он отправляет специально сформированную команду, которая эксплуатирует уязвимость в компоненте шлюза, который отвечает за передачу данных в корпоративную сеть. В результате в этом компоненте запускается вредоносный код, который пытается обратиться к другому компоненту файловой сети и далее отправляет на PLK запрос остановить выполнение текущих операций и убрать ограничения назначения параметров. Давайте посмотрим, что будет, если выполнить такой сценарий. Как мы видим, в первом случае кибериммунный шлюз отключен и атака проходит через Linux-шлюз. Это ноутбук потенциального злоумышленника. Считаем, что он уже подключился с него к корпоративной сети. И вводим команду, которая пытается проэксплуатировать уязвимость шлюза. Результат работы PLK и всей фабрики останавливается, а значения критически важных производственных параметров, температуры, давления растут до недопустимых величин. Почему это происходит? Фундаментальная причина не столько в недостаточных механизмах защиты конкретного шлюза, сколько в том, как принципиально построена архитектура этого и множество других подобных устройств. Во-первых, она характеризуется недостаточной изоляцией компонентов друг от друга. Во-вторых, большой кодовой базы в критичных компонентах, от которых зависит безопасность всей системы. А чем больше кода, тем больше вероятность ошибки и, следовательно, уязвимостей. В результате взлом одного компонента может привести к тому, что все вокруг него, условно говоря, начинает сыпаться, как карточный домик. Но даже если изолировать компоненты на прикладном уровне, минимизировать доверенный прикладной код и даже контролировать взаимодействие между компонентами на уровне прикладного кода, злоумышленник может обойти эти меры защиты, если получит полный доступ к шлюзу. Поэтому конструктивная безопасность должна быть построена не только на уровне прикладного кода, но и на уровне операционной системы. Давайте посмотрим, что будет в случае атаки через кибериммунный шлюз. Сейчас мы видим, что шлюз Linux отключен и пробуем отправлять на кибериммунный шлюз точно такую же вредоносную команду, как в первом случае. Во-первых, мы видим, что у злоумышленника ничего не получилось. Завод продолжает работать. Во-вторых, давайте заглянем в лог-файл шлюза. Как мы видим, запрещенное взаимодействие блокируется на уровне политик безопасности операционной системы. Итак, в случае кибериммунного шлюза у злоумышленника потенциально может получиться проэксплуатировать эту уязвимость в этом конкретном компоненте шлюза. Но развитие атаки дальше на критичные компоненты шлюза будет очень затруднительным. Причиной тому правильно спроектированная архитектура, которая учитывает цели безопасности шлюза и минимизирует поверхность атаки на критичные для безопасности компоненты, изоляция компонентов с помощью микроядра операционной системы и контроль всех взаимодействий внутри шлюза на уровне ядра операционной системы. Таким образом, использование кибериммунного шлюза позволяет внедрить цифровое решение и избежать сопутствующих рисков кибербезопасности. Узнавайте больше о преимуществах кибериммунитета по этой ссылке.